новый день новые темы на канале тонн тв программа тема дня и я и сегодняшний ведущий константин пушкин здравствуйте сегодняшний диапазон тем от израиля до россии и обратно тема юридической точнее две темы это применение оружия пределы необходимой самообороны который так актуально к сожалению в наши дни и и вторая тема особенно горячие это претензии и вопросы к хеврат хашмаль на эти две темы мы поговорим с адвокатом александром френкелем александр здравствуйте здрасте несколько дней назад вы уже рассказывали о применении оружия в пределах необходимой самообороны но как оказалось вопросов гораздо больше чем позволял эфирное время поэтому мы вернемся к некоторым аспектам начнем с самого начала какие средства самозащиты разрешены законом и их можно совершенно не боясь носить с собой по улице например вот все что продается в магазинах специализированных это законно или может быть противоречие что вы купили в магазине но на самом деле законом это запрещено на самом деле большинство из тех предметов которые можно использовать при самозащите продающиеся в магазинах они не являются законными для ношения с собой по улице скажем ножи электрошокеры дубинки в принципе носить с собой законом запрещено это считается уголовным преступлением и когда происходит какая-либо ситуация в которой человек совершает некие действия при помощи этого предмета самообороны то его за это судят к сожалению большому мы говорили несколько дней в течение не несколько дней на передаче о том что применять оружие в целях самообороны я советовал очень осторожно вот и к сожалению как бы в каком-то плане прогноз оправдался потому что во всяком случае те случаи которые мы обсуждали на передаче недавно стало известно из средств массовой информации что по ним были возбуждены уголовные дела давайте напомним эти случаи для тех кто не смотрел в частности вопрос ликвидации террористки во фуле и вопрос о ликвидации террориста в бершеве и на фоне трагического случая когда погиб принципе ни в чем не повинный гражданин эритреи находящийся в израиле по этим делам возбуждены были уголовные дела и соответственно как бы в общем в принципе то то о чем я предупреждал и произошло с теми людьми которые применяли оружие в этой ситуации делать надо очень осторожно поэтому я позволю себе вернуться чтобы рассказать о каких-то ключевых базовых моментах я добавлю что к тем двум делам к о которых вы упомянули добавилось еще дело убийство репатрианта из дагестана за вашего приняли за и там идет разбирательство кто на самом деле первого открыл стрельбу охранник близлежащего здания или военнослужащий основным принципом при применении оружия любого в целях самообороны является близость опасности так называемая и хронологическая и физическая приведу пример причем еще раз я хочу сказать мне очень важно подчеркнуть каждый человек имеет право защищать свое тело каждый чеками и право защищать свою жизнь поэтому в том что я говорю не следует видеть призыв к тому чтобы дать себя убить на улице террористу или кому-то еще я всего лишь пытаюсь предостеречь от тех действий которые могут привести к возбуждению против человека который защищал себя с превышением не в соответствии с законом против него может быть возбуждено и будет возбуждено в практически со стопроцентной вероятностью уголовное дело если он то будет делать не в соответствии с законом поэтому то что я говорю на самом деле призвано предостеречь от неправильного применения оружия основным критерием как я уже сказал является то что мы на юридическом языке называем близость опасности как хронологическая так и физическая я поясню что я имею ввиду следующим фактором является пропорциональность действий того кто защищается чтобы действия того кто защищается были пропорциональные угрожающей опасности я поясню о чем я имею что я имею ввиду и о чем я говорю переводя с юридического языка на общечеловеческий значит близость опасности говорит вот о чем для того чтобы вы имели право применять по отношению к нападающему на вас человеку действия которые могут нанести ему существенный физический ущерб включая так сказать и и и убивать до убить его если террорист условно говоря для того чтобы вы имели право это делать угрожающая вам опасность первым делом должна быть близка к вам физически если человек стоит подняв в руке нож и угрожает вас убить но при этом он находится в пяти метрах от вас нет близости опасности с пяти метров ножом не убивают если этот человек кричит что у него в руках бомба и он собирается ее взорвать то тогда опасность будет считаться близкой к вам потому что с пяти метров реально убить человека гранатой бомбой взорвав ее в руках да если это если это террорист самоубийца но совсем фантасмагорично но тоже возможно этот нож на пяти метрах можно метнуть попасть и убить может быть с точки зрения некой фантасмагории это возможно может быть нам меньше нужно смотреть боевиков потому что в реальной жизни такие вещи как бы работают только у супер даже если работают работают наверняка только у каких-то супер подготовленных людей в данном случае мы имеем дело совершенно другим народом но даже если это предположить говорю вам совершенно точно что с точки зрения юридической с точки зрения суда и с точки зрения того что не дай бог придется потом говорить если будет следствие это не примут это не примут то есть такая вероятность она действительно гипотетическая и близости опасности в данном случае нет физической близости далее речь идет о хронологической близости угрозы хронологическая близость говорит о том что в тот момент когда вы чувствуете что вам угрожают это Это должно быть близко по времени. То есть, условно говоря, если звонит вам человек, я сейчас говорю не о терроризме, я говорю даже о бытовых угрозах. Если звонит вам человек и говорит, что там, условно говоря, завтра я тебя убью, и вы сегодня приезжаете к нему защищаться, чтобы как бы предотвратить завтрашнее, то это тоже не будет считаться самообороной, потому что за это время у вас была возможность убежать, вызвать полицию и произвести тот ряд действий, которые по закону каждый законопослушный гражданин должен произвести. Следующий момент – пропорциональность действия, если ее брать в соответствии с модулем с величиной угрозы. Кстати, недавно я читал в интернете очень гневные отзывы на какой-то из лент, если не ошибаюсь, в Фейсбуке, писали очень гневные отзывы о Вайнштейне, о юридическом советнике, правительство, который предостерег, если вы стреляете в террориста, он написал что-то такое, что, мол, если вы стреляете в террориста, то не сразу стреляете на поражение, а постарайтесь сначала выстрелить так, чтобы причинить ему минимальный ущерб. Небольшое уточнение. В числе прочего, в его заключении содержится запрещение на уничтожение нейтрализованного террориста. Если мы будем говорить точно, то то, что он сказал, он сказал, что вы не имеете права его уничтожать до тех пор, пока не попытались применить к нему адекватное действие. Именно об этом идет речь о пропорциональности действий того, кто защищается и грозящей ему угрозы. То есть, если перед вами находится террорист, как вот в случае в Бершеве получилось. Если вы смотрели кадры, то там, где погиб вот этот гражданин Элитреи, несчастный человек, да, он пострадал, но в тот момент как бы считалось, что его приняли за террориста. Если вы посмотрите вот эти съемки, это очень даже напоминает какой-либо учебный фильм на первом или втором курсе юридического факультета. Там видно, как человек ползет на четвереньках и находящийся в 4-5 метрах от него вооруженный человек, думая, что он террорист, стреляет в него из пистолета на поражение. Я рискну предположить, что с точки зрения уголовного законодательства этот человек будет обвинен в суде в итоге. В превышении самообороны, в нанесении тяжких телесных повреждений, в попытке убийства и так далее. То есть, именно из-за того, что его действия были непропорциональны грозящей угрозе. То есть, если человек находится на четвереньках и на расстоянии 6 метров или 5 метров от тебя, стрелять в него на поражение считается непропорциональным действием. То есть, меры по самозащите значительно превышали, собственно, меры по нападению. То есть, действия человека, ползущего на четвереньках, даже если он террорист, они несоизмеримы с тем, чтобы стрелять в него на поражение. Это имел в виду юридический советник правительства. Теперь, надо понять, люди, которые находятся по другую сторону юридической системы, как адвокаты, как юридический советник правительства, у каждого из нас своя работа. Но мы видим суды с другой стороны, мы видим их изнутри. И когда, поверьте мне, он неплохой юрист, он знает, что он говорит. И когда эти дела попадают в суд, мы наблюдаем ту сторону, которая, как правило, остается за кулисами. То, что происходит в реальной жизни, происходит следующее. Страсти улягутся, полоса террора пройдет, следствия по этим делам закончатся и будут переданы в прокуратуру. Когда этот человек увидит судью, который будет, собственно, выносить ему вердикт, его действия будут проверяться фактически в условиях некой юридической лаборатории. Не будет скидок на эмоции, будет очень тяжело объяснить те или иные действия. Есть состояние аффекта, например. Состояние аффекта – это юридический термин, и он говорит совершенно о других случаях. Кстати, насчет состояния аффекта есть интересная прецедентарная база. Буквально две минуты я объясню, о чем идет речь. Состояние аффекта – это юридический термин, как я уже сказал, который характеризует действия человека в короткий период, когда он находится в неком шоке и не контролирует свои действия. То есть он не может не делать того, что он делает в силу каких-то физических причин. Он находится в шоке. Наши суды с огромными трениями, с огромными скрипами принимают то, что мы называем состоянием аффекта и так далее. Приведу вам небольшой пример для того, чтобы вы поняли, насколько иногда речь идет о юридических фикциях. Был известный очень такое дело об убийстве, когда там достаточно положительный герой по своей автобиографии, боевой офицер и так далее. Возникла у человека такая ситуация в семье. В общем, он застал свою супругу за... Короче говоря, поймал ее на измене, причем в очень такой тяжелой форме. Он это все видел, все это произошло при нем. И получилась такая ситуация, что человек достал пистолет и, к большому сожалению, осталось после этой истории два трупа. Человека, естественно, судили. К чему я рассказываю, речь идет о том, что называют наши суды и что признают наши суды состоянием аффекта. Его защита подняла версию о том, что любой среднестатистический человек, который наблюдает такую сцену, поскольку ему больно и это все приносит ему большие страдания, может, находясь в состоянии аффекта, сделать то, что он сделал. И это, в общем-то, объяснимая реакция. То есть, это его не оправдывает, но это объясняет его поступки состоянием аффекта. Иначе как объяснить, что боевой офицер, отличник боевой и политической подготовки, который много лет служил в стране и был, как говорится, совершенно кошерен с точки зрения закона, вдруг совершает такое действие. Как же так это происходит? Это не криминально ориентированная личность. Что-то с человеком происходит, какой-то слом, какой-то машбер, то, что говорят на иврите. И таким образом случается это, и они это пытались, защита его пыталась объяснить это состоянием аффекта. Наш суд признал нечто очень интересное. Лично я совершенно не согласен с таким решением, заранее говорю. Но то, что постановил наш суд, он сказал так. Единственная деталь, я забыл вам сказать. Он выстрелил туда, он выстрелил в направлении вот этих вот погибших людей, он выстрелил практически всю обойму. И его адвокаты сказали, что он стоял и просто нажимал на курок в состоянии аффекта, в состоянии автоматизма. Наш суд признал, что первую пулю из обоймы пистолета он выстрелил в состоянии аффекта, вторая под сомнением, а третья это уже было обоснованное, обдуманное преднамеренное убийство. Лично я считаю, что это решение, оно несколько оторвано от реальности. Потому что, как мне представляется, то есть человек, входящий в состояние аффекта и нажимающий на курок... Тем более, это берет несколько секунд. Естественно, нет, все выстрелы были один за другим. Это была как бы цепь непрерывная. Но мне кажется, что такой человек, находясь уже в состоянии аффекта, он просто давит на курок до тех пор, пока у него не кончаются патроны. Если бы у него было больше патронов, он бы еще полчаса продолжал стрелять. Если он действительно находился в состоянии аффекта. Но для того, чтобы объяснить, каким образом наши суды трактуют аффект, скажу вам, что даже вот такое решение. Первую пулю вы стреляете в состояние аффекта, а потом уже все остальное нет. Поэтому этими вещами надо пользоваться очень осторожно. И невозможно утверждать, что тот человек, который стрелял в гражданина Эритрея, думая, что он террорист, действовал в состоянии аффекта. Это не аффект, в любом случае, не тот, который, как мне представляется, может быть трактован с юридической точки зрения. Поэтому еще раз хочу сказать, очень и очень осторожно, при этом не призывая никого быть убитым. Я пытаюсь предостеречь от того, что завтра может возникнуть в суде. Это расходы, это неприятности, это испорченные карьеры, испорченные биографии, уголовное прошлое и, возможно, тюрьма. Подводя итог этой части нашей беседы, какие средства самообороны, да, можно носить? Локального действия. В основном это баллончики. С ними надо быть очень осторожными с другой точки зрения, не с юридической, а с точки зрения, что можно его, так сказать, применить в закрытом помещении. Да, в частности, по отношению к самому себе и пострадать намного больше. На самом деле, все зависит от того, насколько правильно, четко и грамотно применяется оружие в рамках самозащиты. Если это оправдание того, чтобы нанести просто ущерб нападающему, то, как правило, это будет вести к нежелательным последствиям. Если его применять в соответствии с принципами пропорциональности и близости к опасности, то, естественно, что в судах сидят люди, вменяемые, как бы, поддающиеся какому-то логическому анализу и действующие в соответствии с законом. Судьи действуют в соответствии с уголовной процедурой, с законодательством, которое говорит на самом деле очень простую вещь. Все вот эти вот термины близость опасности, пропорциональность действий, да, на самом деле это все очень просто. Только если по-настоящему вот сейчас человеку угрожает опасность для жизни и разговор идет о том, что через секунду человек умрет и опасность является реальной по-настоящему, то тогда, конечно, никто не может у человека, лишить человека право себя защищать. Но если есть возможность уйти от того, чтобы даже убить террориста, то есть не брать закон в свои руки, если есть такая возможность реально, как в случае, когда стоит на расстоянии в 5-6 метров человек с ножом, элементарно можно просто там попытаться убежать или сделать какой-то альтернативный шаг, менее трагичный, скажем, да, даже по отношению к террористу. Не ведущий к летальному исходу. Не ведущий к летальному исходу, да. То, конечно же, следует предпочитать шаги, которые менее трагичны. Уверен, что советы будут полезны, осталось только призывать зрителей им следовать. И ко второй части нашего разговора электрическая компания Хеврат Хашмаль, 200 тысяч семей, 200 тысяч единиц жилья, включая предприятия, включая магазины, включая рестораны, остались без света. До вчерашнего дня, если мне память не изменяет, 8 тысяч единиц жилья оставались без света. И сегодня с утра от 800, по разным источникам от 800 до 1000 единиц жилья. Значит, уже в интернете начался сбор подписей под петиции подачи представительского иска. Уже вчера выступал представитель компании Хеврат Хашмаль, который заявил о том, что речь идет о форс-мажоре, то есть об обстоятельствах непреодолимой силы. В двух словах давайте разберемся сначала в терминах, а потом попробуем все-таки посмотреть на это с юридической точки зрения, насколько вообще это дело имеет какие-то перспективы. Что такое форс-мажор с точки зрения юриспруденции, что такое обстоятельства непреодолимой силы? Ну, форс-мажор это под этим термином в договорах обычно, в договорах в законодательстве, в гражданском обычно подразумеваются те факторы, которые аннулируют возможность выполнения обязательств, да, с одной стороны. С другой стороны, они совершенно никак не находятся в зоне контроля того, кто эти обязательства должен давать. Перевожу с адвокатского на общечеловеческий. Те, скажем, природные катаклизмы, которые могут лишить электрическую компанию Хеврат-Хашмаль возможности предоставлять обслуживание своим клиентам, имеются в виду, как правило, бури, землетрясения, какие-то катаклизмы, которые, тайфуны, да, которых, к счастью, у нас еще пока не было, да. Но они как бы лишают полностью электрическую компанию возможности предоставлять обслуживание своим клиентам, с одной стороны. Естественно, такие вещи, они признаются форс-мажорными обстоятельствами, которые, в принципе, освобождают ввиду невозможности выполнить обязательства, освобождают субъект договора от обязанности их исполнять. То есть, если, условно говоря, не дай бог, происходит какое-то там сумасшедшее землетрясение, в результате которого, давайте будем говорить не про Израиль, а какая-то гипотетически взятая страна разрушена, и пострадала настолько инфраструктура, что просто нет возможности выполнять свои обязательства, то, естественно, электрическая компания той гипотетической страны будет освобождена от ответственности. Давайте вернемся в Израиль. Вопрос в другом. Вернемся в Израиль. У нас здесь не было каких-то сумасшедших катаклизмов. Был немножечко ветер, да? Чуть-чуть, дождь и град, но это не было чем-то вселенским. Да, но каждый год происходит примерно одно и то же. Да. Здесь вступает в действие второй принцип. Насколько адекватно действует компания в сложившейся ситуации? Почти как в ситуации с оружием. То есть, насколько Хеврат Хашмаль действует адекватно в этой ситуации с учетом реальных погодных условий. То есть, у них есть свои циркуляры, у них есть свои правила работы, у них есть свои внутренние инструкции, я их называю циркулярами. Если они как бы выполняют их правильно и делают все возможное для того, чтобы вовремя обеспечивать людей электричеством, то я думаю, что это будет для них достаточно сильным основанием в суде утверждать, что они не обязаны компенсировать в данном случае. Если ИСЦ докажут, что действия электрической компании были неадекватными в этой ситуации, что была какая-то халатность, были не предприняты, не были предприняты какие-то меры, которые должны были быть предприняты в соответствии с циркулярами, то, естественно, это будет основанием для того, чтобы требовать компенсации. По поводу представительского иска скажу вам так. Давайте оговоримся, что такое представительский иска. Я сейчас поясню. По поводу представительского иска. Представительский иск – это некий инструмент в израильском законодательстве, не только в израильском, я буду говорить об Израиле, как он работает здесь. Это некий инструмент, которым государство пытается, юридическая система и государство пытаются руками граждан контролировать культуру потребления. Перевожу с адвокатского на человеческий. Если предположить, что существует некая большая компания, сильный игрок на экономическом рынке, и есть напротив него в цепочке отношений маленький потребитель. В нашем случае это вообще гигантский государственный монополист. В случае Хеврат Хашмаль – да. Я просто хотел бы объяснить, что такое представительский иск как таковой, чтобы понять сначала, в чем суть вопроса. Если у нас есть какой-то очень тяжеловесный игрок на экономическом рынке, и он предоставляет некое обслуживание маленькому среднему потребителю, и условно говоря, давая это обслуживание маленькому потребителю, где-то ущемляет его права на небольшую сумму, скажем, в 200 шекелей. У маленького потребителя стоит два выбора перед ним, две дороги, две возможности. Или забыть об этом, потому что 200 шекелей не та сумма, за которую стоит нанимать адвоката, идти в суд и так далее. Нести расходы, неудобства, нервы и так далее. Или подать представительский иск. Что такое представительский иск? Еще раз, это когда большая группа маленьких потребителей пострадала на небольшую сумму каждой, но вместе, если сложить, то получается, что ущерб нанесен большой. В принципе, за такими вещами должны следить регуляторы для того, чтобы ограничивать действия вот этих вот тяжеловесных игроков по отношению к небольшим и, условно говоря, слабым экономическим потребителям. Вместо этого у нас есть возможность подавать коллективные представительские иски. То есть, один такой маленький представитель обращается в суд со своей проблемой и говорит, вот мне не додали на 200 шекелей, на 2 шекеля, на 5 шекелей и так далее. В данном случае с Хеварат Хашмаль, там речь идет, я уже даже не говорю о частных потребителях. Речь идет о предприятиях, небольших пусть даже, о средних. Идет о магазинах, которые выбросили десятки, если не сотни продуктов, которые выступили в данном случае для поставщиков как кредитная компания и так далее, и так далее. То есть, я к тому, что речь не идет о 200 шекелях, это довольно гигантские суммы, но из вашего ответа я понял, что долгая процедура доказательств, долгие судебные. В двух словах, есть перспектива у этого иска, если он будет подан? Мое мнение, что вот этот инструмент, называемый представительским иском, в данном случае, если мы говорим о компенсации бизнеса пострадавшего от отсутствия электричества, он немножко не подходит. Это мое мнение. Я бы это подавал как индивидуальные иски. То есть, если есть какой-то бизнес, которому был причинен ущерб материальный, доказанный, в результате отсутствия электричества, то я считаю, что лучше было его подавать на индивидуальной основе. Я считаю, что вот этот вот инструмент, называемый представительским иском, он в данном случае менее подходит. Есть другой инструментарий в законе, достаточно инструментов, которыми можно пользоваться. Как таковой представительский иск, я здесь не очень вижу. Потому что он создан, именно вот как я объяснил, он создан просто для другого случая. Александр, я благодарю вас за подробные и очень информативные ответы. А я напоминаю, что в студии ИТОН ТВ был адвокат Александр Френкель. Александр, спасибо. Всего доброго.